Четвёртый республиканский конкурс исследовательских проектов в матчах школьников «Первоцвет» прошёл 4 мая в столице республики в стенах Дагестанского института развития образования. Задача конкурса заключалась в подготовке проекта и его представлении в виде слайд-презентации, руководителем которого была преподавательница начальных классов Саида Зайрханова. На конкурсе Хасавид представляли учащиеся 10-е общеобразовательные школы Зарема Микбалатова и Алимко и Султанов. Ребята ранее принимали участие на муниципальном турнире, где вышли в финал и были направлены на республиканский этап. Тема нашего проекта была «Оксайский шёлковый поток ТАСТАР». Эта тема нас заинтересовала тем, что находясь на всяких мероприятиях, недавно у нас проходило мероприятие «День родного языка». Там было такое выступление, учителя школ города на родном кумынском языке пели песню. И все они были наряжены в эти ТАСТАРы. Кроме того, на свадьбах очень часто встречаешь, когда женщина очень украшает этот платок, именно ТАСТАР. Мне он тоже очень нравится, потому что надев этот платок, женщина преображается. В республиканском этапе участие приняли около 130 кандидатов с городов и районов Дагестана по различным направлениям. Зарема была направлена в секцию «Мир моего творчества», где был представлен проект по вышиванию аксайевских шёлковых платков ТАСТАР. По результатам оценки жюри, её работа заняла второе место. По словам руководителя проекта и матери Заремы, во время выбора тем у девочки появился большой интерес именно к визанию ТАСТАРов. Их носят кумычки, чтобы ТАСТАР приукрашивать женщин. Если, например, можно сравнить фотографии женщины без ТАСТАР и с ТАСТАРом, будет заметна очень большая разница. С ТАСТАРом женщина будет красивее выглядеть, чем без. Как рассказывает сама участница конкурса, призовое место удалось завоевать благодаря каждодневной совместной работе учителя и родителей на протяжении года. Сразу после завершения конкурса девочка выразила желание пройти обучение у мастеров ремесла и более активно заняться вязанием. Расул Гаджиев, Самат Гакеев, информационная программа Пульс.